Кубджа Теперь, по всему межу Гуранга, мы прибыли к Кубджа-Бавану! Возможно вы знаете, что перед тем, как сражаться с Камсой, Кришна с Кубджой Сначала, чтобы соблюсти эту последовательность, мы тоже послушаем Алила в Кубджой и Кришне, а затем увидим, как Кришна убивает Камсу Где Девакар? Заходите! Есть комната! Мы сделали комнату для вас! Так что Шукадевга Свами описал эту прекрасную лилу Кришна со своими друзьями прогуливался по улице Матуре Это деревенские мальчики, которые живут на ферме и тут впервые они попали в такой прекрасный, величественный город Так что Шукадевга Свами сказал, что Кришна это Раса Прада Раса Прада, это означает, кто дает Раса Шукадевга Свами сказал, что Кришна это Раса Прада, тот, кто дает Расу Почему? Потому что, в этот разный период своего встречи с Кубджой Он дает Мадуре Раса к Кубджой Он дает Хасе Раса к Коврид-бой И Он дает Адбут Раса Астонисменты Каждый, кто смотрит И сейчас вот этой одной этой лилой Кришна даст Мадуре Расу Кубджа Даст Хасе Расу всем своим друзьям-бастушкам И даст Адбут Расу вообще всем, кто знает об этой лиле Когда Кришна прогуливался по улице Мадуре, он видел одну девушку, которая была горбуней Ее звали Тривакра, потому что она была изогнута в трех местах В шее, в груди и в талии А лицо у нее было очень красивое И она несла поднос с различными бальзамами, которые она несла для Камса Махараджа Вот вам демонстрация Тривакра 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 Кришна Триванга Кришна Триванга Вот так Вот демонстрация Триванги А Кубджа это Тривакра Поэтому понятно, что они подружатся В этой лиле есть таинство В этой лиле есть таинство Потому что Одна из Шакти Кришна это Сатья Бхама Деви Одна из Шакти Кришна это Сатья Бхама Деви Сатья Бхама это изначальная Бху Шакти Сатья Бхама это изначальная Бху Шакти А ее экспансия это Притхиви Деви или Бху Деви Это Богиня Земли И Богиня Земли это чистая преданная Кришна на самом деле А сейчас она явилась в Матуре в форме Кубджа А почему она была так согнута? Почему она была горбуней? Почему она была так согнута? Потому что до прихода Кришны земля была полностью населена демонами и демоническими царями, которые были для нее таким ношим, тяжелым временем. Кришна распрямил Кубжи. Что это означает? Что он избавляет землю от этого дремени. Бувидхарахара. То есть он избавляет Кришну от дремени всех этих демонов и она снова распрямится. Кришна прогуливался с друзьями и увидел ее. Он обратился к ней с комплиментом. Он сказал, что о та с прекрасными бедрами. Друзья Кришна смеялись. Потому что он обращается к Эдайгарбуне с таким комплиментом. Кришна сказал, кто ты? Как тебя зовут? Чем ты занимаешься? Она сказала, что я служанка Даси. Увидев красоту Кришны, она тут же испытала влечение к Нему. И на самом деле, увидев Кришну, она хотела тут же сказать, я твоя служанка. Но она не смогла сказать, твоя, и просто поэтому сказала, я служанка. Но своими глазами она это сказала, что я именно твоя служанка. Она сказала, я сделаю эти ароматные бальзамы. А в чём суть земли? Ганда. Ганда, аромат, это суть земли. Это означает, что богиня земли, Придхивидеви, хочет предложить Кришне свою суть, эссенцию. Она сказала, о, прекрасный. Этим она выразила своё глубокое влечение Кришне. Но потом она стала очень мягкой. О, мои ощущения выходят. Она сказала, о, эти ойтмены. Для кого я даю эти ойтмены? Никто больше достоин, чем ты и Баларама. И тут же она застеснялась, что её чувства выходят наружу, их видно. И поэтому она сказала, о, кому же я могу предложить эти бальзамы? Кто больше их достоин, чем Кришна и Баларама? У гопи тоже есть такой приём, когда они хотят скрыть своё чувство Кришне, и они говорят Кришна и Баларама, чтобы не было понятно, что они любят только Кришну. Гопи вот так вот всегда ставят имена Кришна и Баларама вместе, чтобы спрятать тот факт, что они любят Кришну. Она ответила, я занимаюсь тем, что я делаю вот эти масла, ароматные масла для Камсы, и он им очень удовлетворён. И этим она на самом деле говорит, что она девственница, что Камса Махараджи ей не воспользовался, что он просто принимал от неё масла, ничего больше. И этим также она выражает своё желание Лил с Кришной. Тогда Курджа предложила ароматную сандаловую пасту и прочие масла Кришне и Балараму. У Кришны тёмный цвет тела Шьян. А у Баларама светлый цвет кожи. И поэтому они взяли масла, которые контрастировали с их цветами кожи. Они умастили себя этими маслами, и так открылось их внутреннее настроение. Баларам Прабху взял бальзам цвета Шьян и умастил им своё тело, потому что он всегда думает о Кришне. А Кришна взял бальзам золотого цвета и нанёс на себя, потому что он всегда думает о Радхаране. И тогда Кришна, который весь был покрыт цветом тела Радхаране, словно в её объятиях, был так счастлив, что он тут же захотел дать милость Кубджа. Своими двумя стопами он наступил на большие пальцы Кубджи. И с двумя стопами он положил ее подбородок, и она стала очень красивой, как богини, которую мы видели в музее Матуры. И Кришна собирался продолжать. Но Кубджа не выдержала и стала тянуть Кришну за его шарфик, за утарию, одежду верхнюю. И сказала, пойдем со мной в гости. Кришна сказала, а зачем ты приглашаешь меня к себе домой, на обед? Кубджа ответила, некоторые герои Дхарма Вира, это герои, которые следуют Дхарме. Но я знаю, Кришна, что ты это такой герой, который разрушает Дхарму молодых женщин. Поэтому пойдем со мной, ко мне домой. Кришна сказала, ты знаешь, ты лучше не кричи об этом на всю улицу. И тогда она сказала, я не могу остановиться, не могу ничего с собой поделать, но на самом деле это все твоя вина, потому что ты первый начал, ты прикоснулся ко мне. Кришна оглянулся на своих друзей. А его друзья так в замешательстве были, не знали, как ответить. А Кришна глазами указал друзьям, вы почему не смеетесь? Это не женщина, это Хаси Раса олицетворенная тут явилась. И поэтому Кришна хотел так засмеять, чтобы все проехали быстренько, что это очень смешно. И тогда Балрам Браву. Балрам Браву был embarrassed for his younger brother. Балрам Браву было стыдно и он закрыл лицо своей одеждой. И он начинает marriage. Да, да, да. Потому что он подумал, может быть, сейчас еще и до свадьбы дойдет дело. Кришна сказал Кубджа, я не могу прийти прямо сейчас. Я сейчас занят, тогда мы знаем, что у Кришны была миссия, он отправлялся на морцовскую арену убивать Камсу, поэтому он не мог отвлечься. Он сказал, но обязательно я приду к тебе домой. Потому что такие женщины, как ты, это единственное спасение многих странников, которые изобредают Матуру. Вообще-то она была очень чистой, Кришна так оскорбил ее. Но он просто хотел повеселить своих друзей, они рассмеялись. И на самом деле, вот этими всеми словами Кришна говорил Кубджа, я к тебе обязательно приду. Я сейчас тебя прилюдно оскорбляю при своих друзьях, чтобы они подумали, что я над тобой смеюсь и не приду к тебе. На самом деле, я тебя принимаю, к тебе приду, просто они об этом знать не будут. И Кришна продолжил и стал сражаться с Камсой, мы это увидим. Когда Кришна убил Камсу, он и учился в Гурукуле в Сандипани Муни, где изучал 64 искусства. И тогда он вспомнил о своем помещании Кубджа. Однажды вечером он отправился из дворца Васудебы Махараджа со своим близким другом Удовом. И когда он пришел сюда с Удовом, вышла Кубджа, она была очень красива. И также у нее было множество прекрасных служанок. И она пригласила внутрь Кришну и Удова. И все в ее доме было готово, были такие всякие картинки возбождающего характера, были афродизиаки повсюду. Она жевала пан и также принимала какие-то наркотические небольшие вещества. Это была первая интимная встреча с Кубджой, поэтому она хотела преодолеть свою застенчивость и нервы. Она предложила асану Удову. И Удов подумал, что она хочет встретиться с Кришной, а не со мной, неправильно, что я сяду на эту асану для Кришны. Он просто прикоснулся к ней и сел на пол. Поэтому Удова подождал снаружи, а Кришна зашел, где мы сейчас. А Кришна зашел вот сюда, вовнутрь. И вот там двери закрылись. Она очень нервничала, и Кришна взял ее за руку и подвел ее к кровати. Тогда она стала массировать его лотосные стопы. И только лишь она вкусила аромат лотосных стоп Кришны, как вся ее кама, все ее мирские желания, вся ее идентификация себя с телом, все исчезло. И тогда Кришна наслаждался с Курджой. Он вышел через некоторое время. И сказал Удову, пойдем. Потому что Удов был прикрызем Кришны. И, все, что все знают, что Удов, он очень праманик, очень храм. Он очень дармик, очень религиозный. Он очень религиозный. И если Кришна уйдет с Удовом, то это может быть для религиозного причина. Все знают, что Удава настоящий Брама, он очень религиозный, очень тахармичный. Поэтому все знают, что если Кришна куда-то идет с Удавом, значит это явно на какое-то благое дело. Кубджа сказала, Кришна, у меня здесь все, еда, питье и одежда, все на несколько дней. Пожалуйста, останься подольше. Кришна сказал, если я исчезну на несколько дней, поднимется большой скандал. И сейчас Удава меня покрывает, и все думают, что я на какой-то миссии религиозной. Я не могу остаться сейчас, я должен уйти. И Кришна сказал Удаву, что все, мы можем идти, они отправились в Посудебу Махарад. Все эти лилы произошли здесь. Мы должны думать, что Кришна дала милость к Кубджу. Почему? Потому что этот голодный ойтмет, который он дала, напомнил его о Радхарани. Почему Кришна дал милость Кубджу? Потому что тот бальзам золотого цвета, который она ему подарила, напомнил Кришне о Радхарани. Кришна никогда не забывает Шримати Радхарани. That's why his name is Urukram, the performer of great heroic activities. And his greatest heroic activity is that he can never forget Шримати Радхарани. Кришна никогда не забывает Шримати Радхарани. Его зовут Урукрам, тот, кто совершает великие геройские дела. А в чем заключается главный героизм Кришны? В том, что он никогда не забывает Радхарани. Много лет спустя, когда Кришна снова встретился с Радхарани, они были в Навабриндаване. Там была пещера. И на стене Вишвакарма нарисовала очень много изображений Лил Кришны. So you know that sometimes families get together, they sit down, they take open the photograph album, and they look at all what happened over the years, and they feel so much love. So Radha and Krishna were looking at the paintings of Krishna's childhood pastimes, his boyhood pastimes, his kisho pastimes. Итак, Радха и Кришна смотрели на Лилы Кришны, детские, подростковые. Прошло очень много лет, и поэтому с такой любовью Радхар Кришна рассматривали эти картинки. Чувствовали огромную ностальгию по тем временам. Then when Radharani saw the painting of Akura taking Krishna to Matura, she almost fainted. Stop him! Stop him! И вдруг Radhika увидела изображение, где Акрура забирал Кришну в Матуру. И она снова вспомнила об этом ужасном травматическом воспоминании и говорила, остановите его, остановите. И наконец они подошли к другой картине. И там, и на этой новой картинке Кубжа тянула Кришну за шарфик, а мальчики-пастушки стояли рядом и смеялись. Radharani said to Krishna, Who's that girl in the painting? А Радика сказала, Так, а что это за девушка на картине? Krishna said, You're very dedicated maid-servant. Krishna said, Это твоя очень верная служанка. Radharani said, What is she doing? А что она делает? Спросила Радика. Krishna said, She was grabbing me by the cloth and saying, Leave matured once and go back to Radharani. Then Radharani frowned her eyebrows at Krishna. She said, If you are not telling the truth, I'll find out. Because all the Rishis are singing about your pastimes, I'll hear, I'll find out about this one also. Because all the Rishis are singing about your pastimes, I'll find out about this one also. But we cannot agree, because Krishna will not play flute with Kupja. So it must be Radha and Krishna. So this is what Krishna is remembering when he came here to meet with Kupja, he's remembering his meeting with Radha. And it reminds him of Krishna when he meets Kupja, it reminds him of Radhiko. He's sending message. Uddhava, would you please send my message to my mother, Nanna Baba, Ishoda, Maya, and Brajabhasi, Gopi. So Krishna просит Uddhava to give him a message to Mama Ishoda, Nanda Baba, for Gopi, for everyone. So Krishna Dee là, his name, is knowledge and love. The Marines are bound for goodbye, and the people���yambhse, he's sending them to Kupja, He's sending them to Kupja, and the people���yambhse, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Only your feelings, Krishna's. Баба Нанд Амгурияг 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 I am very very sad Because Nanda Baba And Yashoda Mariya Yashoda Mariya Were taking bath Батх, taking bath, but not bath, it's only hot water to give, cloth, only face, not navvathim. Субтитры создавал DimaTorzok The song explained to Prabhuji. He's saying that Nanda Baba has made me learn how to walk. By catching his little pinky finger, I used to learn how to walk. And when I was walking and looking at me that I'm exhausted, Nanda Baba used to take me up in his lap and wipe my face with his cloth and embrace me that time. When I used to go to forest and coming to know, I used to know that I would be hungry at this time. She used to send all the preparations from Nanda Baba into me, making me understand that, you know, you will never be hungry. But out here, I don't feel even hungry. And when Krishna sent me to the forest, my mother knew that he would be hungry, and she knew that he would be hungry, and so she sent me to feed someone to feed Krishna. And so Krishna said that I knew that I will never be hungry, so I will always get to care. And so Krishna said that he would be hungry. And so Krishna said that this Brajbhasa is such a language that it has taught the king of all the languages how to speak. That is Krishna himself. This is a song on the Brajbhasa. And Krishna said that Brajbhasa is the goal of all languages. He is the goal of all languages. He is the goal of all languages. He is the goal of all languages. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...